всем приветики ну что вот начинаю свой эфир такой немного спонтанный но те кто следят за мной знают мой путь в дотеро и я понимаю что многим это интересно поэтому решила поделиться хотя я начала проводить эфиры про дотеро буквально чуть ли там не с первых дней когда я только-только еще попала в эту прекрасную команду так вот вижу что вы присоединяйтесь пожалуйста напишите мне в чате слышно ли меня все нормально у нас со звуком привет привет всем привет всем добрый вечер как меня слышно пожалуйста дайте мне знать все ли хорошо со звуком и так как и в эфире в этом я сегодня одна поэтому буду болтать сама с собой но вы периодически там что-нибудь мне пишите в чат да кстати чат можно задавать любые вопросы потому что этот эфир в принципе он рассчитан больше на широкую такую вот аудиторию которая хочет узнать вообще про дотеро и потом все здесь вообще в принципе происходит все вот мне пишут что все супер все отлично прекрасно ну что этот эфир я в принципе хочу посвятить своему пути до такому к некой такой первой цели да вот первая цель такая скажем так серьезная до серьезная цель это доход в 1000 долларов вот который я на данный момент имею вот я пришла к этому доходу в дотеро за три месяца и вот собственно в этом эфире хочу подробно рассказать о том как я к этому доходу пришла и с какой точки как я расстраивалась путь что я делала и собственно как так вообще получилось вот что я вышла на такой доход поэтому расскажу конечно же сначала всем вам историю о том как я собственно вообще попала в дотеро да вот мне там пишет привет да всем привет вот мексика украина я вижу люди из разных стран городов геленджик саратов присоединяется да кстати можете писать в чате из каких вы городов тоже очень интересно вот и по ходу дела можете мне задавать вопрос еще раз напоминаю всем присоединившимся итак давайте расскажу всем кто еще не знает эту чудесную историю как я собственно вообще попала в дотеро и почему я приняла решение здесь развиваться я прилетела в турцию 30 ноября 2020 года и в тот же вечер буквально в тот же вечер я открываю свой ноутбук в гостинице и вижу там сообщение от совершенно незнакомого мне человека этот человек был отчет настя иванова я не знаю кстати она в чате сейчас или нет вот то есть человек совершенно мне незнакомый делает мне предложение делать мне предложение вступить в дотеро да точнее это предложение было связано с дополнительной монетизации моего собственно моего блога ты человек увидел что я занимаюсь блогерской деятельностью и собственно предложил мне дополнительную монетизацию и что мне понравилось что не было никакой вот этих вот хитрых таких каких-то схем непонятных а человек открытым текстом мне написал что дина предлагаю дополнительную монетизацию через компанию дотеро это эфирные масла терапевтического качества и так далее да то есть я начала задавать ответные вопросы даже а что это за масло собственно какие условия да по этой монетизации ну и соответственно у нас завязался диалог и так получилось что наш общий знакомый да напоминаю что с этой девушкой мы были совершенно незнакомый так но так получилось что у нас был общий знакомый и собственно на мне вот сказала она даже наверно не знала что он мой знакомый что это наш общий знакомый она мне про него сказала и что он как раз в анталии вот и я есс на тут же ему написала да мы все обговорили и буквально за за час я приняла решение то есть я за час приняла решение вступить даты вот мне сделали активное предложение, типа попробуй, да, попробуй начать этот бизнес, именно бизнес, вот, и спустя час я принимаю это решение, все, то есть есть люди, которые ходят вокруг да около, чего-то там боятся, да, у них какие-то страхи, вот, у меня такого не было, и у меня никогда не было опыта в сетевом бизнесе, и, честно говоря, я даже не помню, я вообще думала об этом, что это сетевая, там, компания или там не сетевая, то есть у меня нет предрассудков по поводу сетевого бизнеса, абсолютно никаких, мне все равно, вот, честно, мне абсолютно все равно, какая модель у бизнеса, но вот сейчас уже, находясь почти 4 месяца, да, внутри этой компании, я понимаю, что сетевая структура, это самая лучшая структура в мире, сетевая структура бизнеса, самая лучшая структура бизнеса в мире, и я объясню, почему, потому что ни в одном линейном бизнесе у начальника, например, нет заинтересованности в том, чтобы его сотрудники зарабатывали, вот, ну, то есть такого нет, начальник хочет как можно меньше платить своим подчиненным, а если речь идет о неком бизнес-партнерстве, то тоже партнеры, в принципе, не заинтересованы в том, чтобы, ну, кто-то из них получал больший доход, да, то есть в обычной модели такого нет, сетевая структура обеспечивает прямую финансовую заинтересованность в результате тех, кто находится ниже тебя в структуре, вот, ну, я опять сейчас говорю про Дотера, да, потому что у меня нет опыта в других сетевых компаниях, я не знаю, какие там маркетинг-планы и как там эти процессы происходят, но в Дотере ситуация такая, то есть маркетинг-план продуман настолько безупречным образом, что построение структуры и вот это вот бизнес-партнерство, оно настолько крепко связано и надежно, что каждый заинтересован в результате друг друга, даже в результате параллельных веток, в результате параллельных структур, вот, то есть это очень крутая система, которая позволяет вести до результата тех людей, которые приходят в твою команду, вот, как я, например, однажды пришла в команду, да, я попала в классную команду, в команду Картуру, в команду Коли, человек довел меня до результата и теперь я способна до результата вести своих людей, вот, и, собственно, в этом заключается и наша политика, то есть мы ведем людей до результата, потому что мы напрямую заинтересованы в том, чтобы у людей был результат, но, естественно, каждый с чего-то начинает, и вот я пришла в Дотере, да, 30 ноября, я пришла в Дотере целый месяц, мало того, что я не видела в глаза масел, да, потому что я их заказала, естественно, на российский склад, да, в Турцию доставка невозможна, и целый месяц, то есть я бомбила, я изучала все, да, вот этот месяц, 1 декабря, я посвятила изучению маркетинг-плана, изучению, там, материалов по бизнесу, по работе, да, там, всяких вот этих курсов, тренингов и так далее, вот, и только в начале января я впервые увидела эти масла, да, собственно, вот, то есть целый месяц я работала вообще без масел, не видя их глаза, и месяц у меня в команде практически никого не было, вот, и только под конец, уже там, ближе к Новому году, ко мне пришел первый покупатель, первый человек, который захотел стать клиентом, просто простым клиентом покупать продукцию, он не интересовал никакой бизнес, то есть это был просто клиент, который хотел покупать продукт, в итоге человек зарегистрировался, но так ничего и не купил, вот такой вот у меня был первый результат, да, но потом так получилось, что я сняла свой первый эфир про Дотера, это был эфир по маркетинг-плану, он до сих пор у меня в IGTV висит, называется «Вся правда Дотера», и после этого эфира пришла девушка совершенно незнакомая, которая мне написала и сказала «Дина, я хочу в твою команду», вот, это был первый мой, первый человек в моей команде, и потом еще добавился еще один человек, тоже моя подруга, и еще один клиент, вот, то есть целый месяц, да, было у меня 4 человека в команде, из них два клиента, один из которых ничего так и не купил, и два партнера, две девушки, которые изъявили желание совместно развиваться. Вот, то есть вот такой вот был, собственно, первый результат, конец декабря. Что случилось потом? В январе, в январе что-то произошло, в январе что-то произошло, что моя команда разрослась до количества, где-то, наверное, 22 человека, в общем, больше 20 человек, то есть в команду прибавилось существенно там много людей, с которыми мы начали уже активно развиваться, то есть это были не покупатели, это все бизнес-партнеры, которые изъявили желание развиваться, строить бизнес совместно. Это был январь месяц, да, потом в феврале прибавилось еще людей, и вот сейчас март, и в моей команде, конец марта, и в моей команде уже больше 50 человек. И, соответственно, мой статус, это статус премьер, и доход на премьере, это 1000 долларов в месяц стабильное, которое будет только расти. И вот как к этому я, собственно, пришла, и что я делала, чтобы получить вот такой результат, не занимаясь продажами, да, то есть вот сразу хочу сказать, что компания Дотера, это не про продажи. Я сразу говорю всем, кто приходит, все люди, которые приходят в команду, я сразу им говорю, что, ребята, если вы хотите заниматься продажами, то занимайтесь продажами, будьте просто клиентами, там, покупайте за 3 рубля, продавайте за 3,50, если вы хотите этим заниматься. Бизнес в Дотера – это другое, это не продажи. Продажами мы не занимаемся, более того, я запрещаю людям продавать, которые приходят в мою команду, потому что продажи – это уже прошлый век, то есть заниматься продажами масел могут только люди, которые работают в этой сфере, например, в сфере, там, какой-то, каких-то массажей, ароматерапии, там, да, вот напрямую связанные с маслами, и люди, которые, которые хотят этим заниматься, вот, которые, ну, нравится продажа, вот, хлебом, хлебом не кормить, хочу продавать и все. Ну, вот, хочешь продавать – ну, продавай, но только потом не жалуйся, да, что у тебя бизнес не идет, потому что ты все внимание уделяешь продажам. Вот, поэтому продажами мы не занимаемся, вот, и я в том числе. А чем, собственно, мы здесь занимаемся? Вот, мне задают вопрос, если там все такие, как ты, тогда я в команде. Конечно, всех таких, всех таких, как я, не будет, да, я такая одна, но есть в команде классные другие люди, и мой результат, он очень сильно зависит, в том числе и от моих наставников, от людей, которые меня пригласили, от людей, которые мне помогают, это Артур, это Коля, это Настя и другие там классные люди, которые у нас есть в команде. Вот, поэтому Дотера – это про команду, это про работу в команде. Один в этом бизнесе ничего человек не добьется. Но в линейном бизнесе, да, вот в обычном линейном бизнесе, про который я тоже уже снимала, про свой просто вот такой вот гигантский опыт линейных бизнесов, где ты полностью один, где у тебя нет абсолютно никакой поддержки. Вот ты предприниматель, вот ты и предпринимай, ты что хочешь, то и делай. Здесь совершенно другая ситуация, потому что сетевая структура обеспечивает, как я уже говорила, полную финансовую заинтересованность в результатах других людей. А результат финансовый у людей, он приходит не только от действий, связанных с какими-то конкретными там приглашениями людей, там продажей и так далее. То есть это работа, которая предполагает полные трансформации внутренней, личностный рост и развитие по всем сферам жизни. Потому что если ты, у тебя, например, проблемы, проблемы с там, да в любой сфере, в любой сфере у тебя проблемы, ты не добьешься успеха. Поэтому если у тебя проблемы там в голове, какие-то обиды внутренние, да, сидят у тебя там, тебе надо с этим работать. И мы занимаемся тем, что мы распаковываем людей. То есть мы распаковываем людей, мы выявляем, что у человека сейчас, в данный момент, в чем он нуждается, где у него затык, да, чтобы человек распаковался, чтобы человек решил сначала свою проблему, мы ему помогаем в этом. У кого-то, кому-то надо соцсети развивать, кому-то надо простить там все обиды, кому-то надо заплатить кредиты, кому-то надо над внешностью поработать и так далее. То есть мы занимаемся распаковкой личности, помогаем людям выйти на новый уровень, преодолеть страхи какие-то, преодолеть себя. Вот. И, соответственно, человек распаковывается, и у него все получается, он намо, все само. Все получается само собой. Вот, собственно, чем мы и занимаемся. И вот сейчас еще скажу, какой залог успеха, да, вот как выйти на хороший доход. Вообще в любой сфере, да, вот, и в затыре в частности. И почему люди не добиваются успеха? Потому что у людей, у большинства людей очень большая проблема с управлением, с управлением инструментом целеполагания. То есть многие люди не умеют ставить цели грамотно и грамотно выстраивать к ним путь. Из-за того, что люди не ставят цели, у них нет результатов никаких. Потому что человек в любой сфере, в какой бы он там не пытался добиться успеха, он никогда его не добьется, если он не видит то, к чему он идет. Когда у человека нет цели, у него нет мотивации. Но при этом, если опять же есть цель, но не продуман план, и цель эта не заряжена мечтой, да, вот эта технология мечта-цель-плана, о которой я тоже рассказываю, снимаю на прямой эфир. Если человек не умеет управлять целеполаганием, у него ничего не получается, у него не получается никакого результата. И, собственно, Дотерра, вся работа в Дотерра построена как раз на понимании, глубоком понимании вот этой концепции мечта-цель-план, вот. И, соответственно, построение своих действий в соответствии вот с этой цепочкой. Вот, поэтому у людей здесь есть результаты, да, ну, те люди, которые следуют этой технологии. То есть тут все очень просто. Есть действие, есть результат. Нет действий, результата никакого нет. И еще очень важный момент, вот такой очень важный момент, почему, например, у меня есть результат, и почему он такой быстрый, и почему он такой качественный. Не потому что я там какая-то крутая, а потому что я там какая-то там суперхорошая, или там еще что-то. А результат у меня есть только потому, что я сделала выбор. Потому что у людей, опять же, еще одна проблема, которая мешает людям достичь успехов, это в том, что человек что-то хочет, у него и есть какая-то хотелка, да, определенная. Вот я что-то хочу. Но решение он при этом не принимает. То есть я вот просто хочу этого, и все. Но решение он так и не принял. Что я это сделаю. Все остается на уровне хочу. А когда ты принимаешь решение, что я это сделаю, тогда у тебя появляется энергия, у тебя появляется энергия, которая тебе позволяет достичь этого результата. Потому что мы живем в изобильном мире, и энергии здесь полно. Где брать энергии? Да она вокруг тебя. Ну так ты ее возьми. То есть ты научись ее брать и ее использовать грамотно. Для этого есть вот специальные инструменты, да, технологии мечта-цельплан. Вот это система целеполагания грамотная. Принятие решений. Да, вот я выбрала Дотера. То есть когда я заплатила вот эти 10 тысяч рублей за взнос регистрационный, мне плевать, ребят, мне плевать было на масла. Вот я зуб даю. Вот Настенька присоединилась к эфиру. Настя, я уже тут тебя нахваливаю, как ты мне написала, сказала. Мне абсолютно наплевать было, ребята, на эфирные масла. Я пришла не за маслами, за эфирными. Я пришла сюда за другим. И я не ожидала, какие фантастические результаты это принесет. Я пришла за деньгами и за личностным ростом. И деньги, и личностный рост превзошли все мои ожидания. Я не ожидала, что я за такой короткий срок выйду на такой хороший доход. И я не ожидала, что я начну так распаковываться и начну помогать распаковывать людей. И на данном этапе жизни я понимаю, что я вообще ничем больше не хочу заниматься, кроме Дотера. Я не хочу заниматься никакой ювелиркой, никакими там продажами. Ничем вообще не хочу заниматься. Я хочу заниматься только этим. Я хочу делать людей счастливыми. Я хочу, чтобы у людей были результаты. Я хочу строить эти бизнес-стратегии. Я хочу заниматься коучингом. Все то, что я делаю в Дотера и все результаты, то есть все то, что я делаю в Дотера, это все то, о чем я всегда мечтала. И все то, чем я хочу заниматься. И, собственно, больше мне ничего не надо. А эфирные масла, эфирные масла, это просто приятный, классный бонус к тому, что я здесь получаю. Потому что эти эфирные масла, они реально работают, они улучшают качество жизни, они просто крутые, качественные и так далее. Но это не про эфирные масла. Как правило, те, кто хочет просто изучать, заниматься эфирными маслами, это клиенты. Люди, которые приходят и говорят, что мне интересны эфирные масла, я им говорю, окей, да, становитесь клиентами, пользуйтесь, изучайте. Есть все материалы по использованию и так далее. Но бизнес с Дотерой, да, партнерство с Дотерой, это не про эфирные масла. И никакими продажами здесь им не пахнет вообще. Вот. То есть, это, ребят, совсем про другое. Вот. Поэтому, какие вопросы есть, пишите в чат. Я буду рассказывать, что, собственно, чем я занималась. И чем я продолжаю заниматься для того, чтобы делать такие результаты. Очень крутая вещь, которую я поняла, опять же, находясь в Дотерой и понимая суть сетевой вот этой структуры, которая нам обеспечивает финансовую заинтересованность в результате, финансовую заинтересованность в результатах новичков и людей, которые только-только приходят и встают на нижние уровни. Я поняла очень крутую вещь, что если направлять фокус, внимание на тех, кто приходит и делать результат им, да, то есть, получается, ты автоматически будешь получать результат. Вот эта сетевая структура, которой все так боятся, я не знаю почему, она на самом деле очень и очень крутая. Потому что так продуман маркетинг-план. Так продуман маркетинг-план в Дотерра. Вот, поэтому ты, получается, и какая здесь концепция еще очень крутая, да, вот сама идея, что ты весь фокус внимания направляешь на людей, то есть, ты не себе там пытаешься что-то там для себя, а ты пытаешься сделать для людей, да, ты все внимание направляешь на них, на их обучение, на то, чтобы, на их распаковку, да, на выявление их сильных сторонных талантов, да, то есть, каждый находит себе место, каждый находит себе место, потому что все люди приходят очень разные, Разных возрастов, с разными увлечениями, с разными ресурсами, потому что кто-то там блогеры приходят, кто-то массажисты, старички, пенсионеры, путешественники, люди, которые вообще там не бельмес, не в чем, да, такие серые мышки приходят и становятся прекрасными цветочками, аленькими. Почему так происходит? Потому что вот мы занимаемся вот этой распаковкой, распаковкой людей, и люди начинают настолько раскрываться, что, ну, это просто настолько вдохновляет, это настолько вдохновляет, и самое лучшее, вот я сейчас это понимаю, самое лучшее похвала для учителя, это то, когда твой ученик делает результаты. Вот я, например, там, кому-то, кого-то чему-то научила, провела какой-то тренинг для команды, команда эти знания применила, эти технологии, раз, сделала результат. Все, мне больше ничего не надо, мне больше ничего не надо. И результат, причем это не обязательно финансовый результат, да, то есть я сейчас не про финансовый даже результаты говорю, что там кого-то пригласили в команду или там еще что-то, а про то, что человек распаковался, и вот эта энергия благодарности, которую люди дают за то, что они пришли, за то, что они распаковались, за то, что они там проработали свои какие-то штуки, за то, что они улучшили свои соцсети, за то, что они развили личный бренд, за то, что они избавились от каких-то затыков там и так далее. Вот это вот самое главное, и ты понимаешь, что это дает тебе столько энергии, столько энергии, что все, ну реально, больше ничего не надо, больше ничего не надо. Пока это будет работать, это самая крутая тема в мире вообще, вот лучше нет вообще ничего, лучше нет вообще ничего, поэтому я вот смело и уверенно заявляю, что я больше ничем вообще не хочу заниматься. Я думала, что я там приеду в Турцию, там буду в Киринсе тоже гидом работать, как вот я в Индии работала, там еще что-то, саборды там сдавать, в сфере туризма работать, нет, все. Моя задача делать людей счастливыми, богатыми, здоровыми, и все, больше я ничего не хочу. И всем этим мы занимаемся, всем этим мы занимаемся. Почему людей отпугивает, да, и на начальном этапе отпугивает, вот они боятся сетевого, да, я уже объяснила, что это все полная туфта. Второй момент, который отпугивает людей, которые боятся, это то, что нужно делать ежемесячные какие-то вложения. Это вот тема, которая связана с нелюбовью к себе, с нелюбовью к себе, потому что человек думает, что я вкладываю, ну, я трачу деньги каждый месяц. Он не рассуждает, что я инвестирую, да, это вот опять же мышление наемного работника, с которым мы вот так вот просто вот очень сильно боремся. Мышление наемного работника, который привык, что он сделал действие, поработал, получил деньги, да. Здесь мы развиваем мышление инвестора, которое совершенно принципиально, принципиально другой подход вообще к жизни, не только даже к бизнесу, а принципиально другой подход к жизни. Вот, тем более, что вот эта линейка продукции в Дотерра, да, там одних эфирных масел только, больше ста штук. Год нужен целый, чтобы это все просто попробовать, просто хотя бы, чтобы разбираться, да, вот ты войди в этот бизнес, ты, неужели ты не хочешь разобраться, да, вообще в продукте? И тут у тебя есть прекрасная возможность, ну, вот какой человек стал бы за просто так себе покупать, например, сандаловое масло, которое бутылечек стоит, такой маленький вот, бутылечек, или вот у меня есть масло ладана, стоит 100 долларов, да, то есть там 7,5 тысяч. Вот просто так ты бы его себе не купил, но так как ты обязуешься, будучи партнером, делать ежемесячные заказы, то ты можешь себе купить этот бутылек и все, и не париться. Вот, поэтому это очень круто. Это вам пенды для того, чтобы вы наконец-то начали пользоваться нормальным, крутым, качественным продуктом, потому что так вы идете в пятерочку или там в этот магнит косметик и покупаете себе крем, эти, бархатные ручки за 100 рублей, а так вы купили масло ладана за 100 долларов, и все, у вас морщинок нет. Вот, поэтому это инвестиции в себя, плюс это знакомство с продуктом, а люди боятся, что куда они пузырьки будут девать, ребят, у меня эти пузырьки просто летят. Я там и зубы чищу этими маслами, и пью их, и мажусь, и в еду добавляю, и в чай там капаю, и везде. То есть проблема, куда девать эфирные масла, ну, это опять же мышление, это бедность мышления. Ну, купи-то эти два бутылька, по 5 тысяч там сандал, и еще там ладану, ну, крутое масло какое-нибудь, все, вот твой, вот те два бутылька в месяц. И ты будешь пользоваться, ты будешь кайфовать от этих масел. Поэтому проблема, куда девать пузырьки, ну, у людей не стоит, у людей, которые начинают пользоваться продуктом, они понимают, что продукт просто летит. Вот там мне пишут, добрый вечер. Да, я вот тут сейчас пролистаю, может быть, кто-то уже что-то написал. Вот, поэтому еще, что сделать нужно, чтобы был результат. Что нужно делать, чтобы был результат у людей, которые приходят до терра. Первое, что нужно сделать, первое и основное, что нужно всегда делать, пока ты сам не пришел к результату, а результат это тысяча долларов. Вот когда ты заработаешь тысячу долларов, да-то все, дальше делать, что хочешь. Но до того, пока ты не заработал тысячу долларов, ты должен, ты просто обязан слушать то, что тебе говорят твои наставники, которые берут за тебя некую ответственность и обещают довести тебя до результата, до твоей первой тысячи долларов. Но этот результат у тебя будет только при условии твоей активности и вовлеченности. То есть ты слушаешь, что тебе говорят наставники, ты выполняешь все эти действия, которые они тебе говорят, исходя из твоего личного разбора, да, исходя из твоих ресурсов, которыми ты обладаешь, блогер ты или ты массажист, как тебе работать, что тебе делать, да, под каждой индивидуальной стратегией. Если ты все четко держишь, у тебя нет шансов, чтобы у тебя не было результата. Ну, в дотерра невозможно, невозможно не заработать. Просто кто-то это делает быстро, кто-то это делает медленно. Потому что кто-то активный, кто-то уделяет большую часть своего времени этому, кто-то меньшую часть. Эта формула, она давно известна, да, что 2 часа уделяешь в день, у тебя результат через год. Уделяешь 4 часа в день, у тебя результат через полгода. Уделяешь 8 часов в день, у тебя результат через 3 месяца. Я 8 часов в день уделяла ДТР, мне через 3 месяца результат. Все. Потому что все больше и больше людей, они хотят что-то менять в жизни. Им надоело сидеть в их жопах уже. В жопах. Надоело им сидеть. И они хотят что-то в жизни менять. И вот эти люди, они приходят до ТЭР, они счастливы. Вы не представляете, вот мы сейчас разработали новую систему обучения по распаковке людей. Люди такие отчеты пишут, что у нас слезы на глаза наворачиваются. То есть люди так распаковываются, рассказывают, поднимают какие-то свои глубинные темы. И это просто потрясающе. Это просто потрясающе. И мы уже понимаем, как с этим человеком работать. Где у него сильные стороны, где эти стороны у него слабые. Что ему нужно делать для того, чтобы у него конкретно был результат. И этих людей становится все больше. То есть понимаете, не надо никого зазывать, ребят. Не надо никому написывать. Кого-то куда-то приглашать, зазывать. Люди сами к вам пойдут. Люди сами к вам пойдут, увидев, как вы начинаете расцветать. Или пока там вы не начали расцветать, рассказывайте про тех людей, кто уже расцветает, кто уже в вашей команде. Рассказывайте, делитесь, и люди будут тянуться органическим путем. Потому что отваливаются единицы, которые не понимают, в чем дело. Единицы. Вот. А большая часть людей, она все-таки приходит, и она начинает быть активной, начинает распаковываться. Вот. Поэтому... Поэтому это не про продажи. Это не про продажи, и никакие не про обзвоны, и ни про какие предложения и втюхивания. Это вообще не про это. Вот там мне был вопрос про систему Шедови. Да, мы работаем по этой системе, но я не работаю, потому что система Шедови, она предполагает взаимодействие с аудиторией, ну, с людьми, да, с живыми. То есть это не онлайн, это оффлайн-работа. А так как я живу в Турции, напоминаю, что Турция запрещает отправку по почте любых жидкостей, любого объема. Поэтому мне масла, я свои масла получаю только там раз в несколько месяцев, когда кто-то из друзей, взрослых приезжает, они мне их привозят. И у меня нет здесь людей, которым я могу там предложить эти пробники и так далее. Но система Шедови очень крутая. Да, у нас есть этот мануал. Мы как раз этот мануал предлагаем тем, у кого есть вот эта аудитория. Кто хочет работать онлайн, тот работает онлайн. Я работаю только онлайн. Я с пробниками не работаю. Вот. Но я обучаю своих людей, как работать с пробниками, потому что все люди разные. Потому что в эти масла в них невозможно не влюбиться. И даже мужчины, которые приходят и думают, а зачем мне масла, а что мне с ними делать, они после того, как начинают взаимодействовать с этими маслами, они потом понимают, что они не могут уже без них жить. Вот. Потому что я вот на своем примере, опять же, рассказываю, что мне, наверное, не хочется больше пользоваться зубной пастой вообще. Потому что я пользуюсь только эфирными маслами, я чищу зубы эфирным маслом. Или лимоном, или эвкалиптом, или чайным деревом, там, по очереди. Вот каким хочу, таким и чищу. Вот. И мне уже не хочется эту, ну, химическую пасту. И то же самое со всем остальным. То есть вместо кремов я использую масло ладана, которое там великолепно пигментные пятна удаляет, там, морщины вот эти вот все разглаживает и так далее. То есть я заменила все вот эти вот химические там препараты, да, там, заменила все полностью эфирными натуральными маслами. Поэтому это приятный бонус. Но опять же, масла – это не основное. Люди, которым нравится продукт, пусть становятся покупательными, клиентами и замечательно пользуются продуктом, рассказывают другим. Наша задача другая. Я не знаю, как работают параллельные структуры, но вот наша команда, она настроена на то, чтобы распаковывать людей, чтобы выявлять их таланты, чтобы люди раскрывались и исполняли свои мечты. Вот, поэтому искусство цели полагания, она красной нитью идет через всю нашу систему обучения. Если у человека нет цели, он никуда не придет, у него никакого не будет результата. Поэтому я, когда пришла в Дотера, я себе поставила цель и приняла решение, что я буду здесь развиваться. Если я буду год целый платить за эти масла, я согласилась, то есть я на внутреннем уровне, ну, внутри себя, да, я приняла решение, что я готова оплачивать эти масла, я готова. Но я буду идти до конца, до результата. И вот благодаря тому, что я приняла такое решение, стать надежным партнером, своим наставником, оплачивать все свои заказы, я добилась таких успехов. И теперь уже вот в этой школе, да, нашей наставничества, я первый выпускник с таким результатом, и теперь уже я сама занимаюсь наставничеством и веду до результата своих людей, у которых обязательно будет результат, потому что, ну, иначе быть не может. Если человек активно вовлечен, я еще раз говорю, что не может быть по-другому покурить масла. Вот, кто-то хочет покурить масла. Не советую. Подышать можно, покурить не надо. Вот. А что, собственно, вот, частый вопрос, который мне задают, а что, собственно, надо делать? Что, собственно, надо делать? Еще раз вот объясняю. Вот, спрашивают, то есть покупать масла нужно до первой тысячи долларов? Нет, не до первой тысячи долларов. Покупать масла надо всегда, всю оставшуюся жизнь. Это условие для того, чтобы получать вознаграждение. Компания Дотер выплачивает вознаграждение только тем, кто делает ежемесячные заказы. Если вы не хотите получать вознаграждение, вы можете не оплачивать. То есть тут все просто. Покупаешь масла, зарабатываешь. Не покупаешь, не зарабатываешь. Все, тут все очень просто. Поэтому те, кто начинает бизнес-партнерство, они должны быть готовы к тому, что нужно делать ежемесячные заказы. Если человек не делает этих заказов, ну окей, ничего плохого не случится. Договора, кроме никто, не подписывает. Но зарабатывать ты тоже деньги не будешь. Да, вот это инвестиции в самого себя. Да, это безусловно инвестиции в самого себя. Это инвестиции в самого себя, в свое здоровье и в свое развитие. Почему просто 1000 долларов, я так сказала, 1000 долларов? Это первый результат. Это первый результат, который многим кажется заоблачным. А вот мне уже, находясь на этой платформе, кажется, что это очень мало. Я сейчас стремлюсь к следующему статусу, который будет давать больше 2000 долларов ежемесячно. Я сейчас уже подбираюсь к этому статусу, который будет каждый месяц приносить мне больше 2000 долларов. Потом есть следующее. Да, то есть вот эта вот цепочка мечтации плана, она очень хорошо продумана, да, то есть есть статусы некие, за которые компания выплачивает прекрасные вознаграждения, да, то есть есть к чему стремиться. И эта перспектива, она только вверх идет, она только вверх. Доход в Дотера не ограничен в конечном итоге, не ограничен, потому что на определенных статусах человек начинает получать проценты от оборота всей вот этой огромной структуры, а это очень большие деньги. Потому что на данный момент, на данный момент в Дотера в мире, по-моему, да, в мире зарегистрировано больше 10 миллионов человек, то есть это огромные цифры людей, которые пользуются этим продуктом. Вот, и в России тоже, в том числе, очень большое количество людей, рынок России, один из самых быстрорастущих рынков в мире, то есть все больше и больше людей, с каждым днем начинают сотрудничать с Дотера как партнеры, либо как клиенты, и все это формируется вот в эту огромную сеть, которая позволяет вот этой связкой сетевой, да, которой всякие дурачки боятся, не знаю почему, вот кто боится, напишите еще раз, я развею вот эти мифы про страх сетевых структур. Вот, благодаря сетевой структуре люди зарабатывают, если бы не было сетки, не было бы заработка, либо заработок был бы там, не знаю, на продаже продукта, но мы продажами не занимаемся, еще раз говорю, и я запрещаю продавать своим людям в моей команде, я запрещаю это делать, прям вот так и говорю. Продавать нельзя, смотри не продавай, ни в коем случае, вот, ну только те, кто вот прям вот все, не могу, хочу торговать. Торгаши, есть торгаши, вот торгаши пусть продают. Вот, поэтому это про другое. А по поводу того, что нужно делать, опять же, у всех разные стратегии. Вот что я делаю, вот посмотрите мой профиль, вот 30 ноября, вот все мои публикации пролистайте, вот что я делаю. Что я делала, это вот все, что я делала, потому что больше я ничего не делала. То есть, все, что я делаю, это рассказываю вам про дотерра, пишу посты, провожу эфиры, это вот все, что я делаю для вас, все. Вот, собственно, вот, собственно и все. Но, опять же, это делаю я, да, люди все разные, у всех разные ресурсы, да, потому что приходят люди, у которых нет соцсетей. Ну, не то, что там их нет, они не развиты, да, там 50 подписчиков, да, то есть там будет применяться другая стратегия. Там будет применяться другая стратегия, но вот для этого у нас разработана офигенная система обучения, которая распаковывает каждого человека, и исходя уже из его личных талантов, его личных предпочтений, исходя из того, что он любит делать, что он умеет делать, какими ресурсами он обладает для того, чтобы это делать. Вот, мы уже выстраиваем индивидуальную стратегию. Вот, ну и, соответственно, все это стимулируется прекрасным маркетинг-планом, который позволяет, начиная с первых дней, получать вознаграждение. То есть ограничений нет по времени в Дотерра, когда получать вознаграждение. А сами вознаграждения, они выплачиваются 5 раз в месяц. То есть 5 раз в месяц я на свою карту получаю от Дотерра гонорары. Вот. Все деньги прямо на карту рублями выплачиваются. Это не какие-то баллы, не какие-то бонусы. Это деньги, которые компания выплачивает на карточку. Приветствуем из Казахстана. Да, я тоже приветствую. Вот в Казахстане, кстати, тоже очень много партнеров Дотерра. Хотя Казахстан это пока закрытый рынок, но все к этому идет. Каждый год Дотерра открывает по несколько стран. В этом году открыли рынок Таиланда, рынок Украины. И также в планах открыть рынок Израиля, рынок Чили и в конце года рынок Индии. Открытые рынки означают то, что в этих странах будут свои склады, будут свои офисы. Люди смогут напрямую получать свой продукт, не заказывая из США, не облагая никакими таможенными пошлинами и так далее. То есть будет своя разработана, опять же, система обучения под каждую страну и так далее. То есть это тоже очень крутая штука, что каждый год компания открывает много новых стран, много новых рынков. Она развивается. И 12 лет уже Дотерра на рынке существует. Это очень надежная компания. Поэтому пока Дотерра будет жить и процветать, а процветать она будет, потому что сейчас мировой тренд идет на Дотерру. Особенно после вот этой жопы, когда люди ищут, как бы им заработать в этот сложный период. А Дотерра позволяет это сделать. Это финансовая свобода, это географическая свобода. Это бизнес, который можно вести из любой точки мира. Просто с телефона. Поэтому все больше и больше людей будут хотеть присоединиться. Чего я и всем советую. Меня спрашивают, что такое ресурсный запах. Ресурсный запах – это запах, который позволяет быть в ресурсе. У каждого человека есть свой индивидуальный ресурсный аромат. Это может быть какой-то монокомпонент, или может быть композиция из запахов, взаимодействие с которым человек приходит в ресурсное состояние. Например, если человек все время в напряжении, то его ресурсный запах будет помогать ему снимать это напряжение. Если человек, наоборот, слишком дерганый, то его ресурсный запах будет приводить его в состояние умиротворения. То есть ресурсный аромат и ресурсный запах – это тот запах, который человек приводит в гармонию, нормализует его состояние, догармоничное состояние. А так как у каждого свои проблемы, свои запросы, то у каждого свой индивидуальный ресурсный запах. Вот у меня мой ресурсный запах – это запах дикого апельсина. Вот я постоянно с ним взаимодействую. Я его вдыхаю, втираю в виски. Он хорошо сочетается с перечной мятой. Мята так бодрит. А самое идеальное сочетание – это ладан, перечная мята и апельсин. Просто по одной капле я капаю на ладони, растираю, вдыхаю глубоко, втираю в шею, втираю в виски. И прихожу в прекрасное состояние. Кроме того, у масла есть еще тонкие свойства. Помимо того, что масла воздействуют на физическое тело, они еще воздействуют на тонкое тело. У нас есть целая книга, которая называется «Эфирное масло эмоции», которая рассказывает, как конкретное эфирное масло помогает бороться с той или иной проблемой. У кого-то сложности с принятием решений, у кого-то кто-то обидчивый, у кого-то там еще какие-то состояния эмоциональные, тяжелые. И вот эфирное масло, они, каждое эфирное масло, оно взаимодействует с тонким телом и устраняет, соответственно, вот эти вот проблемы на тонком плане, связанные с эмоциями. Поэтому это тоже очень классный инструмент. Тоже очень классный инструмент. Есть запах марихуаны? Нет, запаха марихуаны нет, потому что в марихуане там масло такое базовое, а не эфирное. Не делает дотерра эфирных масел из марихуаны. Как определить свой ресурсный запах? Ресурсный запах обратиться к ароматерапевту. Обратиться к ароматерапевту, вот у нас в команде есть прекрасные ароматерапевты, которые помогут создать, услуга называется аромодиагностика, которая позволяет каждому человеку определить свой ресурсный аромат. под его конкретные запросы. Не просто понюхать, да, это маслице мне нравится, это не нравится, а конкретно описав проблему, ароматерапевт смотрит, какие масла с этой проблемой справляются. Из этих масел предлагают на выбор человеку, составляется индивидуальная композиция, то, что есть пропорции определенные, вот этих масел, потому что есть запахи, которые могут перебивать и так далее. Но этим всем занимаются ароматерапевты. Я в этом не сильна. Я пришла не на эфирные масла. Эфирные масла это приятный бонус, который просто позволяет улучшить качество своей жизни. А дотелли это про другое. Масло не очень, у меня было вообще не понравилось. Запах воняет как будто табаком. Масла надо выбирать по запаху. Да, у всех разные предпочтения. Но опять же, ребят, про эфирные масла идите в эфир к ароматерапевтам. Они вам столько интересного расскажут. У нас столько литературы дается про эфирные масла. Я это даже не берусь изучать. У меня есть масла, которыми я пользуюсь. Есть масла, которыми я не пользуюсь. Я их не покупаю. Я покупаю все время одни и те же масла или там какие-то крутые стуки. Вот заказала из Америки тоже классные продукты. Когда посылка приедет, я сделаю распаковку, сниму, потому что там какие-то и крема, и что только там нет. Поэтому про масла куча эфиров у ароматерапевтов. Я рассказываю про... Не про масла. Я рассказываю про то, как люди, благодаря тому, что приходит в Дотерра, как они раскрываются, как они открывают в себе таланты, как они открывают в себе источники энергии, ресурсы, которые позволяют им исполнять их мечты. Дотерра – это инструмент. Вот что нужно понять. Дотерра – это просто инструмент. С помощью которого человек исполняет свои собственные мечты. Просто этим инструментом нужно научиться пользоваться. Как им научиться пользоваться? Прийти в команду и пройти обучение, и слушать то, что тебе говорят. Делать то, что тебе говорят. Быть активным партнером. И все. И вуаля. Вот у меня, например, какая была мечта? Я люблю выступать на публику. Вот. Как выяснилось, да? То есть, я люблю помогать людям, давать им советы, заниматься вот коучингом, да, обучать людей, делать их, их более, повышать их эффективность, делать их жизнь более качественной. качественной, да, то есть, вот в таком ключе, да, то есть, помогать людям. Вот это вот мое. Я этим люблю заниматься. Я люблю вещать, я люблю помогать людям, решать их проблемы. Кризис-менеджмент, да, такой, некий, в онлайн-формате. Вот. И это я полностью реализовала в Дотерра. А ведь когда ты учишь, ты учишься сам, когда ты учишь других людей. Ты учишься сам. Вот. Поэтому это очень крутой способ для личностного роста. И каждый здесь появляется. Вот пришел человек, он учитель йоги, он начинает проводить йогу для всех, он начинает тренироваться, начинает распаковываться. Люди здесь создают марафоны, придумывают какие-то крутые фишки, да, и начинают зарабатывать в тех сферах, которые у них уже есть. Дотерра – это как дополнительный такой инструмент, который помогает им реализовываться в жизни в принципе. Вот это нужно понимать. Вот это нужно понимать. Что такое Дотерра на самом деле? Это не про эфирные масла, и тем более не про продажи, и не про какие-то там втюхивания и так далее. Это совсем про другое. Так. Мне нужен такой человек, как ты. У меня тут свет, лампа выключился. Сейчас. Батарейка сила. Да. И вот это наставничество до результата – личный коучинг, личный коучинг, он доступен ограниченному количеству людей, потому что команда разрастается, команда разрастается, и я не могу, у меня сейчас 50 человек, я не могу желания, я не могу при всем желании уделить время каждому. Поэтому моя задача – воспитать лидеров таких же. Да, то есть, я выращиваю лидеров, я сама стала лидером, теперь я выращиваю лидеров, эти лидеры будут выращивать других лидеров. и вот в этом и состоит наша суть. То есть, Дотера – это некая творческая лаборатория, где каждый раскрывается, да, лидерство – это личное желание каждого, кто хочет быть лидером, тот, соответственно, начинает в этой сфере двигаться, кто лидером быть не хочет, кому нравится творить что-то, вот он будет своими проектами заниматься, вот, поэтому мы раскрываем таланты каждого. Мне нужен такой человек, ну вот, я пока доступна для личного наставничества, буквально вот сейчас на стенке у меня висит схема моя, еще, еще, еще 10 человек, еще 10 человек возьму в личное наставничество, больше все, но у меня не хватит уже, я не смогу должное время каждому уделить. Поэтому, ребят, сейчас есть прекрасный шанс для того, чтобы начать себя попробовать, кроме того, наша система обучения сейчас, она позволяет вам такой, пройти некий пробный период в течение месяца, да, вы приходите, вы начинаете проходить обучение, начинаете распаковываться, и по окончании месяца вы принимаете решение, уже дальше вы двигаетесь с нами в команде, да, то есть вы начинаете инвестировать, покупать продукт, и, соответственно, делать то, что мы говорим, либо нет, либо вот вы попробовали, поняли, что это не ваше, и все, и перевелись просто, в простого клиента, и там, хотите пользуйтесь, хотите не пользуйтесь, сделайте, что хотите, идите на все четыре стороны, то есть полная финансовая безопасность, никаких нет обязательств, никаких, никакой нет кабалы, никто не подписывает никакие договора, слава богу, да, то есть все, мы даем шанс каждому, вот мы пришли к такому пониманию сейчас с Артуром, что надо дать людям возможность распаковаться, потому что очень часто люди сами не знают, какие у них зарыты таланты, вот одна девушка пришла, сала вообще капец, как вот, другого слова у меня нет, просто ссыкуха, такая вот сала, с трясущимися коленками, два месяца она мне компенсировала мозги, что хочу, хочу, потом все-таки она вступила, с трясущимися коленками, и теперь она просто счастлива, и она раскрыла в себе такие таланты, о которых она даже не подозревала, все, у меня села эта лампа, давайте я без лампы буду, ничего страшного, вот, поэтому, вот, вот он результат, человек распаковывается, человек просто счастлив, что он нашел свое, и таких примеров у нас, ну, вся команда практически, то есть люди распаковываются, а кто не нашел себя, ну, для кого это слишком, там, да, кто пока не готов, ну, окей, ребят, да, идите на все четыре стороны, ну, как говорится, всем спасибо, все свободны, да, то есть, все очень и очень лояльно, что нужно сделать, чтобы стать учеником, нужно оплатить регистрационный взнос, самый минимальный регистрационный взнос, стоит 10,5 тысяч, это набор масел, семейная аптечка, туда входит 11 масел, и каталог полный, красочный, с этими эфирными маслами, вот нужно этот набор оплатить, да, нужно писать мне в личку, нужно получить от меня ссылку, по этой ссылке зарегистрироваться, оплатить вот этот набор, да, можно другой, там, там есть разные пакеты, да, то есть личку мне написать, я пришлю пакеты, какие есть на вступление, вот, и, соответственно, оплатить, и все, и велкам, и велкам в команду, начнем вас распаковывать, если не распакуетесь, ну, все, вы ничего не теряете, вы можете уйти, дальше можно ничего не инвестировать, ничего не покупать, ни в каких движухах не участвовать, но вы тогда не будете зарабатывать, вот, ну, если вы не хотите это, если у вас это тяжело, ну, спасибо, до свидания, никто никому ничего не должен, да, то есть, это должно быть принятое решение, должно быть желание изнутри, и принятое решение, что я хочу, и нужно понимать, что это инвестиции в себя, это не дойная корова, это не банк, который будет выплачивать тебе процент, нужно понимать, что, нужно предпринимать действие, чтобы результат, действий не будет, результата никакого не будет, вот, это везде работает правило, действие есть, результат есть, действий нет, результата нет, поэтому просто слушать, что тебе говорят люди, которые уже добились результатов, которые прошли весь этот путь, вот я его за три месяца прошла, прежде чем вообще понять, в чем суть, и то я думаю, что я еще до конца не понимаю, я сама еще учусь, я сама еще продолжаю учиться, но я уже понимаю хорошо внутреннюю движуху, и плюс мы разработали вот эту совершенно крутую систему обучения, которая позволяет людям распаковываться, и которая позволяет нам выявлять сильные стороны, помогать людям создавать свой личный бренд и создавать базу, и даже если кто-то не сможет зарабатывать прям уж каких-то больших денег на начальных этапах, то хотя бы человек получит себе крутую стратегию по раскрутке соцсетей, по развитию личного бренда, вот, и распакует вообще свои какие-то личные качества, которые затыки, да, какие-то уберет и так далее, вот, поэтому в этом эта система очень крутая, что никто не уйдет с пустыми руками, плюс у него останутся эфирные масла, которые он себе купил, и которыми он с удовольствием будет пользоваться, потому что без удовольствиями пользоваться невозможно, не влюбляешься и больше пользоваться не хочется ничем, я не знаю, что американцы туда добавляют в эти масла, шутка, вот, это чистейшие эфирные масла, но после этого не хочется никаким говном пользоваться, никаким говном, то есть уже все, мне духи обычные синтетические кажутся вонючими, просто химозными, я пользуюсь только духами из эфирных масел, и так далее, и так во всем. Сколько стоит набор? Набор стоит 10,5 тысяч, в набор входит 11 масел, то есть это 10 масел маленьких, вот таких 5 мл, и одно еще эфирное масло 15 мл для похудения, с лимонцейс, очень, кстати, классное масло для похудения, там такая композиция классная собрана, там имбирь, корица, гвоздика, что-то еще, не помню сейчас что, по-моему апельсин тоже, в общем, это композиция из эфирных масел, вот, капаешь капельку в теплую водичку перед едой, и убирает аппетит, не хочется кушать, вот, плюс нормализует обмен веществ, очень классно, поэтому это масло для похудения, то что имбирь, в имбире содержатся очень мощные вещества, которые вот, вот этот вот кровоток начинают пускать, как это грамотно сказать, кровообращение улучшается, да, улучшается обмен веществ, имбирь разжижает кровь, и, в общем, таким образом это масло воздействует, и у человека начинаются вот эти вот процессы жиросжигательные, да, то есть все это по телу вот так вот идет, движется, и люди, соответственно, решают проблемы с лишним весом, вот, поэтому это тоже классное масло, оно входит в базовый набор для тех, кто живет на территории России, кто заказывает с российского склада, потому что у каждой страны там свои регистрационные наборы, вот, поэтому в набор входит один смазер, 10 маленьких, одно большое, и вот этот каталог, справочник, красочный, где подробно про каждое масло написано, вот, 10,5 тысяч, это самая такая минимальная цена на регистрацию в качестве бизнес-партнера, бизнес-партнерство позволяет вот как раз получить вот этот коучинг, вот это личное наставничество до результата, да, при желании, опять же, при желании человека, вот, а покупатели, соответственно, ну, они таких привилегий не имеют, вот, у покупателей просто есть скидка на всю продукцию, 25%, то есть если человек просто хочет пользоваться эфирными массами, ему не интересен никакой бизнес, никакой личностный рост, то мы просто даем там ссылку, да, на регистрацию, человек регистрируется, у него свой личный кабинет, интернет-магазин, Дотера, официальный сайт, он там сам себе заказывает, что хочет, пожизненно с 25% скидкой, все, то есть все очень просто. А бизнес-партнеров мы подключаем в Телеграм-чаты и начинаем личное наставничество, мы ведем специальные мастер-майн-группы, то есть мы полностью с каждыми людьми работаем, как на групповых занятиях, так и индивидуально работаем, то есть личный коучинг, личное наставничество, но сначала обучение, человек проходит обучение, распаковывается и дальше мы ему индивидуальную стратегию составляем, вот про что Дотера, вот про что Дотера, а не про продажи и не про там кому-то обзвоны, кого-то куда-то заманить, это вообще не про это, я никого никуда не заманиваю вообще, мне сами люди пишут, я хочу, и мы учим людей быть такими, так раскрываться, так распаковываться, чтобы у них было то же самое, потому что мы знаем уже как это сделать, потому что мы умеем создавать личный бренд и учим этому других, поэтому все вот так вот, 10 500, да, 10 478 рублей стоит этот набор, плюс 300 рублей доставка, кто живет в Москве, тот может забрать самовывозом, поэтому набор стоит 10 500, вот, все, ну это для граждан России, для тех, кто живет на территории России, у Европы там другие наборы, у Украины другие наборы, на каждой стране там разные наборы на вход, вот, ну примерно сумма одинаковая, то есть если в рублях, или там примерно от 10 000 рублей, там и до 200 долларов на разные страны, то есть все вот так происходит, и самое крутое, что приходят люди разных возрастов, там у нас и бабушки есть, которые на пенсии, начинают раскрываться, распаковываться и говорят, что, боже мой, да что мы раньше делали, почему мы раньше, вообще у нас мышление совершенно другое было, и приходит молодежь, да, ну, надо, чтобы от 18 лет было, и всякие разные приходят люди из разных стран, вот в моей команде сейчас люди из Таиланда, из Индонезии, из Украины, из Польши, из Великобритании, из Франции, откуда вот, я уже тут вот смотрю, из разных стран, даже всех стран сейчас не припомню, то есть такая интернациональная очень команда из Мексики, и это очень круто, что мы обмениваемся опытом вот этим, да, у каждого человека есть свои таланты, у него есть возможность их распаковать здесь, вот в этом сообществе, в нашем закрытом клубе, в нашей вот этой классной тусовке, в нашем окружении, вот, поэтому вот так это и происходит, и я тоже однажды распаковалась, поэтому у меня вот такой результат, потому что я приняла решение двигаться до конца, потому что я слушала то, что мне говорят, плюс еще разрабатывала свои собственные стратегии, которым я сейчас обучаю, и поэтому мои люди, они имеют успех, да, те, кто поверил в меня, те, кто пришли в мою команду в самом начале, естественно, у них уже есть успех, они уже получают деньги, они уже зарабатывают, почему? Потому что они поверили в меня, доверились мне, и сейчас пришли к результату, вот, и, соответственно, все, кто приходит, и все, кто со мной идут до конца, у всех будет результат, я им это обещаю, но при вашей активности и вовлеченности, у кого активности и вовлеченности нет, кто не слушает, ну, тогда извините, делайте, что хотите, развивайтесь сами тогда, но потом не предъявляйте нам претензий, вот, потому что мы четко знаем, что кому нужно делать, а почему мы четко знаем, потому что мы уже собаку на этом съели, и потому что мы разработали такую систему обучения, которая позволяет нам выявить сильные и слабые стороны каждого и обратить внимание на ресурсы, где кому что надо подтягивать, вот, поэтому, вот, собственно, вот так оно все и произошло, то есть эта тысяча долларов, которую я сейчас получаю, она не связана ни с какими продажами, ни с какими там никому обзвонами, ни с какой вот этой движухой, которой люди думают, что нужно делать в сетевом маркетинге. Опять же, я не знаю, что происходит в других компаниях, я могу говорить только за Дотеру. Дотеру это не про продажи, не про навязывания и так далее. Все эти люди, все эти 50 человек, из них, может, только двое, из этих 50, все мне написали сами, ну, либо мне, либо там кто-то, кому-то еще и так далее. И все это вот таким образом. Друзья, друзей, 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 друзей. Дотер это очень семейный бизнес, сюда не могут прийти люди, которые совершенно вас не знают. Но только если прям вообще вы там кому-то очень сильно понравились, как вот я там понравилась одной девушке очень сильно, она ко мне пришла. И она будущий лидер, топ-лидер. Она уже сейчас лидер, она уже сейчас зарабатывает. Вот. И она будущий топ-лидер, я ей сказала, ты будущий топ-лидер, ты будешь выступать на большой сцене, ты будешь миллионером, потому что я тебя доведу до этого результата. Потому что человек активен, он вовлечен, и я вижу, как он развивается. Как человек с нуля тоже выше уже там на определенный доход. Вот. И теперь я его тяну, чтобы он тоже вышел на тысячу долларов и выше и так далее. А меня, соответственно, мои наставники тянут, чтобы я вышла сейчас на две тысячи долларов. А их, их наставники. И вот так, ребят, это сеть. Это сетевая структура. И в этом ее фишка. Это сетевая структура дотера. Нигде нет такой финансовой заинтересованности. Никто у вас в обычном бизнесе или в найме не заинтересован, чтобы вы подвигались по служебной лестнице. Все заинтересованы в том, как бы вам поменьше заплатить, чтобы вы побольше поработали, а вам поменьше заплатили. Понимаете? А здесь, наоборот, все заинтересованы в том, чтобы вы развивались, чтобы вы на каком уровне вы в этой сетке не находились, это не важно. Потому что мы работаем одинаково со всеми. У нас нет такого, что ты на нижнем уровне, значит, ты там не получаешь доступ к этим тренингам. Нет. Мы все работаем в одном время, в одном пространстве, в одном общем пространстве, в одной большой команде. Вот у нас там есть большая наша команда, где 400, почти 500 человек уже. Еще чат вот, где Артур, да, команда Артура, где больше 100 человек. И вот моя команда, где сейчас больше 50 человек. Я еще всех вот не посчитала даже. Вот. И все это было с нуля. Да, у всех когда-то было ноль. Как и у меня. Вот я вам в самом начале рассказывала, что у меня целый месяц практически был полный ноль. Но потом все началось, потому что рост неизбежен. Неизбежен. Только рост будет. Просто нужно принять решение. Идти до конца, идти до результата. И двигаться в этом направлении. Вот. Поэтому, если есть какие-то вопросы, давайте пишите в чат, я поотвечаю. Потому что я уже больше часа болтаю. Если вопросов нет, тогда буду завершать эфир. Поэтому пишите в чат вопросы. Как ты, красотка? Великолепно. Я на своем месте. Я вот чувствую, что я на своем месте. Это мое. И я реально больше ничем вообще не хочу заниматься. Кроме тем, чтобы распаковывать людей, чтобы делать их счастливыми. Самое приятное наблюдать за тем, как люди развиваются. Как люди цветут. Как люди раскрываются. Как люди начинают менять что-то в своей жизни в лучшую сторону. Как люди борются со страхами. Как люди преодолевают себя. Как люди делают результаты. Это просто потрясающе. Поэтому больше реально я ничем не хочу заниматься. Я хочу посвятить свою жизнь тому, чтобы делать других людей счастливыми. Все, мне больше ничего не надо. И Дотерра, она позволяет это сделать. Она позволяет. Это прекрасный, превосходный на данном этапе инструмент. Я не восхваляю компанию. Я не ассоциирую себя с компанией. Я не буду защищать. Я и компания это не одно и то же. Дотерра это просто инструмент, который сейчас работает. Если Дотерра перестанет работать, значит я найду другой инструмент, который будет работать. Но сейчас Дотерра работает, она работает идеально. И она будет работать в ближайшие несколько лет. Потому что это будут тренды. Потому что это будут тренды. О чем речь? Речь идет о компании Дотерра. Можно погуглить. Речь идет о компании Дотерра. С которой я сейчас сотрудничаю. С которой я развиваюсь и помогаю развиваться другим людям. Инструмент Дотерра. Еще раз. Как связаться? Написать мне в директ. Все, кто хочет попробовать. Все, кто хочет попробовать себя. Получить мое личное наставничество. Получить наставничество от других лидеров, которые добились сумасшедших уже успехов. Написать мне в директ. Я дам ссылку. И все расскажу. Все подробности. Поэтому все, ребят. Я буду завершать эфир. В принципе, я все рассказала. Еще какие вопросы будут. Просто уже пишите в директ. Потому что уже за целый час я вам, по-моему, рассказала вообще все. Спасибо всем, кто был в эфире. Вы к нам больше не приедете. Приедем. Обязательно. Все, ребят. Я эфир завершаю. Спасибо всем большое. По оставшимся вопросам, просто пишите мне в директ. Со всеми пообщаемся лично. Но времени у меня становится все меньше, меньше и меньше. Потому что людей все больше. И я все внимание сейчас направляю на свою команду. На то, чтобы развивались вот эти люди, которые пришли ко мне. И которые ждут от меня. Ждут от меня того, чтобы я им внимание посвящала. Поэтому я сейчас все меньше внимания уделяю там другим соцсетям и другим людям. А все больше внимания уделяю тем людям, которые ко мне приходят. Вот. Поэтому это уникальный шанс сейчас. Есть попасть на нашу личное... В нашу команду на личное наставничество. И на то, чтобы идти до результата. Все. Всем спасибо. Всех благодарю. И до новых встреч. Эфир сохранил. Сейчас. Надеюсь, что да, он сохранится. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok